Война. День 86. Ситуация на фронтах. Жители оккупированных городов продолжают выходить на протесты, несмотря на террор российских оккупационных войск. Сегодня в Энергодаре состоялся митинг в поддержку похищенного россиянами начальника пожарного отряда. Польские танки Т-72М1 уже на передовой. Как видно, на них была установлена динамическая защита Контакт-1. Воздух. В районе Харькова был сбит очередной российский вертолет К-52, что подтверждается в видео. Суммарное число потерь вертолетов РФ, которое подтверждается в фото, составляет 41 единицу, среди которых 12 Ми-8, 3 Ми-24, 3 Ми-35, 4 Ми-28 и 13 К-52. В свою очередь, подтвержденных украинских потерь 7 вертолетов. В Восток. Продолжаются приграничные столкновения в Черниговской и Сумской области. Пока это всё похоже на попытку оттянуть украинские силы от основной битвы на Донбассе. Губернатор Курской области сообщает о миномётном обстреле сёл Алексеевка и Дроновка. Что послужило началу конфликта между этими сёлами, пока неизвестно. Российская армия контратакует в районе Харькова с целью вернуть утраченные позиции. Бои идут за Терновую и Весёлое. Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня СМЕРЧ. Есть пострадавшие среди мирного населения. Южнее, в районе Изюма, украинский генштаб сообщает о обстреле Большой Камышевахи и Долгенького. Что говорит о том, что эти населённые пункты находятся под контролем Украины. Россияне наступают на Богородичное, что может угрожать группировке ЗСУ в районе Светогорска. Штурма Лимана пока нет, но его пытаются обойти со всех сторон. В частности, атакуют Диброву. Российская военная доктрина делает упор на обход городских районов при наступлении. Они должны быть изолированы передовыми частями, первым эшелоном, а затем обложены войсками второго эшелона. Другими словами, обход сланга и осаждение, если это необходимо, но не на поведение наступающих частей. До сих пор в этой войне мы почти ничего подобного не видели. Наоборот, россияне всё время спешат захватить каждую деревню и городок, какими бы незначительными они не были, и невзирая на потери. По крайней мере, номинально это было логично, учитывая путинскую иллюзию относительно нежелания украинцев воевать и получение российской армии приказа взять под контроль как можно большую часть Украины в кратчайшие сроки. Поэтому они двигались быстро по дорогам. Дороги нужны были для снабжения быстро продвигающихся войск. Но и дороги, как правило, соединят городские районы. Их никто не строит из ниоткуда никуда. Неудивительно, что украинская тактика заключалась в том, чтобы превратить любое место в крепость, закрепиться там, где здания обеспечивают дополнительную защиту и защищаться. Учитывая, что российская армия так часто нарушала собственную дракторину, неудивительно, что это приводило к позорным провалам и катастрофическим потерям, как мы видели, например, в районе северо-западнее Киева, Чернигове, Сумах, Харькове, Изюме и т.д. Что ж, после всего этого кто-то там в Москве опомнился. И сейчас российская армия возвращается к своей первоначальной тактике. Вчера в районе Попасной соединение передовых войск ВДВ и механизированных частей гвардии вернулось к первоначальной доктрине и начали наступление мимо укрепленных и обороняемых украинцами сел. Сначала они провели ложную атаку на Триполье, тем самым связав защитников, а затем, воспользовавшись возможностью, протолкнули ВДВ мимо, быстро захватив Владимировку. Эта атака продвигалась с такой скоростью, что защитники не могли пустить в ход свою артиллерию. Логическое последствие – ЗСУ были вынуждены уйти и из Триполья, и из Троицкого, чтобы не попасть в окружение. Примерно в то же время российская армия проделала нечто подобное в районе Камышевахи, связав механизированными силами защитников этого села. Она рванула свои войска ВДВ через реку Камышеваха, прорвалась между Камышевахой и Золотым и наступала на Врубовку. Таким образом, плацдарм на Попасной продолжает расширяться, что угрожает окружению Северодонецка. В районе Авдеевки россияне также пытались наступать, но тут успеха у них не было. На южном фланге российская армия предприняла атаку к востоку от Гуляй-Поле, где ей удалось продвинуться. Мариуполь. Из Азовстали вышел на связь замкомандира полка Азов и сообщил, что командование находится на заводе, и сейчас проходит некая операция, детали которой не сообщается. Поэтому, дабы не плодить слухи, будем дожидаться официальной информации. На юге никаких изменений не было. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера карт Натана Рассера карт Вормап.